Привет, это зомби-эйсер, и мы снова здесь, в этом ужасном мире, где остался в живых походу только я. Кругом зомбари, кругом ужасные твари, и я со своим пистолетом, в котором есть 10 запасных патронов и 8 в стволе. Выживаю как могу, как говорится. Я только что проснулся, время у нас 6.42, случайно спрыгнул с поезда и понял, что обратно на поезд я не залезу, потому что на вагонах нет лестницы, прыгать я не умею, я какой-то немощный. Зайти в депо я не могу, потому что ворота закрыты. Да, они не открываются, меня вообще никак не спасает. А здесь? Не, облом. И чтобы попасть в мой поезд снова, мне придется... А, подожди, я вот тут смогу протиснуться? Может получится? Нет? А, все, отлично. Я думал, мне сейчас придется бежать вот этот вокруг периметр и заходить сюда. Все, здорово. Фух. Немножечко паники. И все. Так, значит. Мне нужно в обязательном порядке скинуть балласт, взять патроны. Сейчас, смотри. Я моторчик скидываю, металл скидываю, древесину скидываю, это все скидываю. Вот. Бабки. Надо тоже скинуть. Они у меня вот здесь вот. Вот тут вот бабочки. У меня уже есть 153 бакса. Не знаю, на что их тратить. За сладким в магазин сходить некуда. Ну, в общем, все. Я все подраскидал. Иду за патриками. Мне нужны патрики в большом количестве. Также картошку оставляем. Кстати, надо пойти проверить картофан, как он там у меня растет. Вот лопату, я думаю, можно тоже оставить здесь, потому что песка у нас нигде нету. Пляжа тут тоже нету. Соответственно, песочек копать негде. Картофан. Что у тебя тут? Как дела? Собрать урожай. Мой первый урожай. Давай соберем, конечно. И посадим новый. Новый урожай. Новый картофан. Вот так. Ну, все. Пришло время сделать, наконец-то, себе плиту и сварить картошечки. А эту картошку мы пока убираем сюда. Чудно. Прекрасно. Значит, смотрим. Что нам еще нужно? Нам нужно обязательно сделать современный железный камин. Механическую электроплиту. Для этого нам нужны шестеренки. Швейную машину я хочу сделать. Также нужны шестеренки. В общем, нам сейчас нужно найти огромное количество шестеренок. Патроны у меня есть. Даробаж я перезаряжаю. И пошли на вылазку. Сейчас, подожди. Проверю. Да, восемь. Восемь двигателей у нас. Это очень много. Только вот шестеренок не хватает. Шестерни! Ну, где же вы? Вы мне очень нужны. О-о-о-о. Тут у нас зомбарь чинила. И не дочинил ничего в итоге. Потому что у него взорвалась башка. Как же я обожаю подрывать мозги. Тут я все проверял. Все пусто. Значит, я хотел в прошлой серии забежать вот сюда. Что это был за звук? О-о-о. Ты слышишь, как там металлические двери ломают? Что-то я немножечко очкую, конечно. Но сейчас все равно туда сходим. Тут двери у нас есть? Нет. Дверей тут нет. Все. Значит, идем в зону администрации депо. Сейчас будем разбираться, почему поезда не ходят. О, подвал. Ох, ёпп, РСЦТ. Подожди, у меня на дробаше есть фонарик? Да, есть. Что так страшно-то? Я испугался, капец. Капец, как страшно. Ага, вот где у нас металлические двери ломают. Сейчас, подождите, ребята. Ломайте их, я пока обыщу коробочки. Конечно, хочется... Хочется фонарик на шлеме. Но у меня нет пока швейной машинки, чтобы это сделать. Да и к тому же, как мы с тобой... Патроны кончились. Да что ж ты будешь делать-то? Даже не подготовил. Дробаш. Да. Вот что значит выходить на зомбаре неподготовленным. Машка, а ты где? А, Машка замерла. Ай... А как это там? Как там терминатор говорит? I'll be back. Эпично. Эпично, эпично. А, и все? Такой маленький подвальчик. А нет, смотри, тут еще дверки есть. Ну хорошо. Мы сейчас с тобой воспользуемся гранатой. Прямо под дверь кинем. Потому что граната тяжелая, я не хочу ее с собой таскать. А обычно я ими не пользуюсь. Да блин, свет-то включить, а? Ладно, сейчас я кину гранату. Вот так вот я ее кидаю. Фонарик. Бабах. А им ничего... А, нет, смотри, одного грохнуло. Или это руку оторвало? Руку оторвало ему. Ой-ёй-ёй. Ну, слушай, это хорошо. Дробаш перезаряжаю. И надо обыскать тут все коробки. Блин, фонарик, конечно, отстойный. Вообще ничего не видно. Не могли нормальный с Алиэкспресс заказать? Все, тут вроде бы все обыскал. Господи. С этим фонариком я точно где-нибудь споткнусь. Упаду и расшибу себе мозги. Хватит уже. Руку отстрелил, так еще и идет на меня. Отлично. Итак, мы слышим, что уже меньше зомбарей долбится в металлические двери. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Где? Татва... Бабушкины йогурты. Сейчас, надо обижать его сзади. Нифигашеньки не видно. Я тоже не люблю ходить по темноте. Ну, давай, открой свой личик. Близко-то не подходи. Ну, вроде успешно. Когда ты подходишь близко к какому-то предмету или стенке, фонарик сужается. Это как бы, ну, логично. Но в игре непрактично. У меня здоровье 58. Есть чем переблинковаться? Нет. Переблинковаться нечем. Патрики закончились. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, давай. Один готов. Ой, да вас там несколько идёт-то. Фонарик свети. Тут темно. Не видно нифига. Куда я иду? Такое ощущение, что я руками во все стороны просто мотаю. Но только не сюда. Так, подходи. Личик открывай. Готов. Ещё один остался. Оп. Оп-оп-оп-оп. Не попал. Ай-яй-яй-яй-яй. 13 хп. 13 хп. Я думаю, что нужно сделать, знаешь чё? Переблинтовку. Иначе я сейчас кони отдвину. Уходим. О, я там вижу в окнах, вон, зомбари долбятся. И там тоже долбятся. Жуткие твари. Всё. Надеюсь, что это последний зомбарь был в катакомбах. Хотя я слышу, что тут кто-то ещё двери ломает. А, ну это над нами. Да, это точно. Это над нами. Надеюсь, что я не зря этот путь проделал. Уничтожил столько ОМОНовцев. И мне дадут тут щедрую награду. Я уже забыл, если честно, что тут было. Три сундучка. Давай посмотрим, что там у нас. Патроны, патроны и патроны. Ну, я думаю, не было смысла сюда ради патриков идти. Наконец-то я отсюда выбрался. С этих потёмок. Надо покушать. У меня есть пару батончиков, водичка. Что вдруг у меня сейчас не в подходящий момент силы кончатся. Сейчас будем разгонять суету. Точнее, нагонять суету. Тут у нас небольшой склад. Всё сожрал. И тут снова еда. И вода. Это же прекрасно. Это чудесно. Чё у меня по заполнению... Ага, 41 килограмм у меня уже в рюкзаке. Всякого-всякого понабрал. Колёса. Нет бы тачку сделать, да поехать на тачке, а не на поезде. Это можно разобрать. У меня там молоток. Надо в комментариях напишут потом. Ты там стул не разобрал. Негодник. О, да тут целых два стула. Древесина у меня хоть жуй. Хочешь жвачку? Деревянная. Хе-хе-хе. Так. Всё, ладно. Чешем. Куда чешем? Тут же ещё проход должен быть, да? Логично же. А, вот. Вот эту дверь выбили. Всё ясно. Ох ты. Переодевалка. Кто-то ещё одну дверь выломал. Сейчас прибегут. Но где же вы, мальчишки? Мальчишки. Мальчишки. Жалко тут толком ничего и нет в шкафчиках. Шкаф. Шкафонский. Шкафодром. А, пойдём, короче, я выгружусь. Я думаю, что у меня уже все шкафы сейчас заполнятся. Хотя они довольно ёмкие. 240 килограмм. Так что можно не ныть на эту тему. Значит, скидываем вот это всё барахло. А, нет, не сюда. Не сюда скину. Барахло. Вот сюда надо скидывать всё это дело. Отлично. Может быть, поменьше патронов просто взять? Как думаешь? У меня тут просто огромное количество патриков, которые мне, в принципе, не нужно. Давай возьмём 50. 50. Вот таких патронов мне, в принципе, не... Что-то вот эти патроны мне не нужны, да? Вот эти патроны мне не нужны. А вот эти, давай, штук... Ну, 70. Я вот думаю, зачем я с собой лук таскаю, когда у меня есть огнестрельное оружие. И пистолет, и дробаш. Непонятно. Кстати, я место освободил и забежал за теми патронами, которые остались в ящике. Так что не переживай. Я просто не покажу это в ролике. Туалет? Пусто. Тут тоже туалет. Аптечка. Аптечка и водичка. Сикардятина. Ну, пошли. На вторые этажи. Слышишь, да, как кто-то ломает? Сколько дверей тут выломали? Компьютеры. Тут микросхемы могут быть. Надо все компы обыскать. Тумбочки тоже. Микросхемы. Здесь одна. Не помню, для чего они нам нужны. Для граммофона, по-моему, они нужны были. Но поскольку мы его уже сделали... А, еще стул надо разобрать. Поскольку граммофон мы уже сделали, и, наверное, еще для швейной машинки не пригодятся. И все. Больше они ни за чем не нужны. Микросхемы. Хотя швейная машина на микросхемы. Это что будет за швейная машинка? Смарт-швейка. Умнее моего телефона. Странно. Стул сломал, но он почему-то не сломался. Прикол. Вот здесь вот еще остался. О. Здесь зачищено. Идем в следующую комнату. Вот сюда можно зайти. Никого нет. Удивительно. Я думаю, что стулья нет смысла разбирать. Хотя, ладно, давай разберем. Потому что древесина нам понадобится для того, чтобы обустраивать наши вагоны. Она чертовски важна. И нужна. Древесина нужна. Полезна и важна. Вот телевизор я бы, конечно, забрал. Только новости. Чего смотреть? О, пистолет. Пистолет новый. М-9. Наконец-то. Это сюда. Это сюда. Заряжаем. Мне этот пестик больше нравился, чем тот. Потому что у него вместимости больше. И выглядит он солиднее. Как дизерт игл в кс-очке. Ну, погнали с новым пестиком наверх. Хотя нет. Лучше возьму дробаш. Потому что тут метрические двери. Сюда кто-то ломится. До свидос. Машус. Машус. Эквасус. Какими-то странными словечками. Болтаю. Че, все? Я на крыше и тут ничего нет. Да. Зачистка администрации прошла успешно. Теперь нам нужно найти кучу машин с шестеренками. А лучше бы научиться эти шестеренки делать. Я, кстати, не могу переплавить металл в шестеренки. Может быть, у меня там формочки какие есть, а? Да, кстати, надо будет за автоматом М4 сбегать в полицейский участок. В прошлой серии я туда не сходил специально. Чтобы осталось что-нибудь на эту серию. Поскольку дальше этой локации мы, скорее всего, никуда не поедем. В катакомбах. Ну, в метрополитене. Мне бегать там не очень хочется. Мне это вообще не нравится. Локация. Она бесячая. Так. Я хотел вот сюда. Нет. Шестеренки выплавить я точно не могу. Ну, чё. Погнали тогда на вылазку. Если честно, мне кажется, что я уже все, абсолютно все, тачки там проверил. В этот раз мы пойдем по другому маршруту. Не через депо. А вот так вот наискосок. Картошечка растет у меня тут? Растет. Сладенькая моя. Вот так вот наискосок побежим. Энергетик есть? Нет. Энергетиков нет. У меня даже пожрать-то ничего нет. Ё-моё. Хотя с жрачкой у меня нет проблем. Я бы вот водицы попил. Наконец-то я вышел на эту дорогу, которая ведет к городу. И тут тоже стоят тачки. Всё. Чудно. Сейчас по-быстренькому всё это обыщем. И обратно к поезду. Я только сейчас заметил, что там крыша разобрана. Странно. Кто её разобрал? Кто её бомбанул? Итак, тачки. Буквально три тачки стоит. Ничего нету. Топляк нашёл. Лучше бы шестерню дали. Я топливо нахожу чаще, чем в шестерёночке. Хотя в тачках столько шестерёнок. Пластик. Под капотом ничего. Ладно. Вот тут у нас ещё тачки есть. Но тут закрыто. Пролезть никак. Попробуем через вот этот домик пробраться. Если это у нас получится. Давай на всякий случай перезарядим наш дробаж. Нашу двухствулочку. Так. Походу тут нету заднего дворика. Это туалет. А, во-во-во-во-во. Блин, тут всё ограждено. Пойдём тогда в этот домик заскочим. Может, тут есть проход. На ту сторону. Ага, есть. Отлично. Вначале бежим к тачкам. Ву-у-у. Я прям в центр выбежал. Ништяк. Где огромная куча машин, которые я уже обыскал. В прошлой серии. Ну, так что от них толку будет мало. Ткань нашёл. Вот в гаражах. Почему... О! Отлично. Есть одна шестерёнка. Почему в гаражах нет деталья? В этот гараж никак не пройти. Топляк. Её можно подорвать? Не, нельзя. Я это пробовал, когда первый раз проходил, вот эти канистры подрывать. Но уже забыл. Значит, эти тачки точно все обыщены. Я всё тут обрыскал. Даже? Даже. Вот эту тачку проверим. И надо будет пробираться сейчас дальше. Дальше к школе... А, нет. К гипермаркету. Там большой гипермаркет. И вот сейчас мы к нему побежим. А на обратном пути мы забежим. Если время нам позволит. 15-19. Забежим в полицейский участок. Или, может быть, я это сейчас сделать? Не знаю. Точно, в полицейском же участке дофига тачек стоит на заднем дворе. Пойдём сбегаем туда. В прошлый раз я сюда не забегал. Тут есть чё? КПП пустая. С таблеточками. Чёрт. Почему здесь тачки раскуроченные все? В полицейском-то участке. О! Баночки металлические. Баночки. Цистерны. Канистры. Всё собрал. Эти бочки. Вот. Здорово, Васька. Отведай пули из моего нового пеколя. М9. Тут ещё один. Васька. Или Геннадий. Ну, дайте мне шестерню. Зачем мне столько двигателей? У меня уже дофига двигателей. Дайте шестерёночку. Это очень больно, когда ты не можешь делать шестерёнки. Во! Ещё одна. Здорово. Значит, на плиту у нас точно хватит. А, чёрт. У меня всё битком. На плиту у нас хватит канистр. Капец, сколько весит. Выкинуть её нафиг. И, возможно, если я сейчас ещё одну шестерёнку найду. Блин, прикинь, не смог взять батончик. Потому что место забито. Давай чип сорвём. И если я найду ещё одну шестерёнку, то будет мне и швейная машинка. Вот. Хотя нет, кого я обманываю. У меня всего две шестерёнки. Мне нужно ещё две шестерёнки. Чё-таки тупанул. Я почему-то был уверен, что у меня уже три в кармане лежит. Полицейский участочек, ты подожди. Я в тебя обязательно зайду. И освобожу от этих зелёных шреков. Шреки. Тачки, тачки. Во! Вот здесь вот эти тачки я точно не обыскивал. Но! Да капец! Конечно. Но! Места там у меня нету. Может, чё выкинуть? Может быть, чё выкинуть? Давай пожрём. Пожрём, попьём. Блин, бабки. Бабки, кстати, весят вообще ноль килограмм. Поэтому их нет смысла выкидывать. Только если стрелы. Но стрелы тоже фигня. А шестерёнки сколько весят? Четыре килограмма. Блин. Мне нужно ещё два килограмма сбросить. Ну, в смысле, не весом. Ну, бэээ. Так сказал, как будто я жирный и я хочу сбросить вес. Зачем-то взял металл. Я же говорил, что не брать. Ничего не брать лишнего. Только шестерёнки. Только шестерёнки. Чёрт. Надо оббегать это всё дело. Сквозный проходик есть. О, дверь металлический выламывает. Здесь ещё тачки. Здесь я, по-моему, не был. Нету ничего. Подорвать чё-нибудь тут уже хочется так. Давай, наверное, так и сделаем. Сейчас. Вон тому ОМОНовцу. Сейчас вечеринку закатим. Эй, ОМОНовец. Прям в ноги. Круто. Правда, и себя тоже немножечко покоцал. Вот, кстати, таблеточки нам пригодятся. Две баночки сейчас выпьем. Активированного угля. Шестерня, шестерня. Вот всё, что осталось от ОМОНовца. Тело какое-то непонятное. А, это тут, смотри, только обуви. Да, тут обувь и руки с каской. Чувак тоже шёл посмотреть. Надо было ему позволить это сделать, а потом прикончить. Так. Что-то тут тачки какие-то нищебродские. Ничего вообще вытащить нельзя. Шоколадка с тканью. Блин, что-то темнить начинает. И зомбари вылазят из каждых углов. Это не очень круто. Так, так, так. Шестерёнки, ну где же вы? Что, походу надо возвращаться домой, да? И... Блин, ну хотелось ещё шестерёнки найти. И возвращаться сюда уже с пустым рюкзаком. Так. Шестерня, ну где же ты? Да, походу сейчас надо будет бежать домой. Не хочу в потёмках тут рыскать. Хотя я ещё в польцесский участок хотел забежать. Какой негодяй. Поцарапал меня. Вот, кстати, зомбари меня царапают, кусают, а я в зомбаре не превращаюсь. У меня, видимо, иммунитет. От зомби-заражения и от вируса. Чёрт. Чёрт с машинами-то? Чё? Ты раскурочен. О, тут нифига себе. Чё-то пляк был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Скотинка. Подкрался незаметненько. Фонарик, давай включим. Шестерёнка. Ну, я тут, по-моему, уже все тачки обыскал. Ну, ладно, не все, но большую часть. Это 100%. Готов? Чёрт. Я знал, что ты сзади придёшь, но... Я рассчитывал на то, что я быстрее убью ОМОНовца. Всё, короче. Сейчас обыскиваю вот эти вот тачки. И бегу. Бегу. Домой. Я бегу в потёмках, в лесу. Время 18.29. Не спрашиваю, почему тут так рано темнеет. Так ещё не как будто зима наступила. Летняя зима. И я надеюсь, что меня тут не сожрут. Капец, стрёмно ходить по лесу, когда ты ничего не видишь. Кругом одни деревья. Я вижу свет в конце туннеля. Там же что-то светится, да? Это же мой вагон. По-моему, это вагон мой. Да, это вон, я его вижу. Свет в конце туннеля вагона моего. А ничего так смотрится, да? Ночью. Прикольно. Хорошо, что свет тогда не вырубил. А то я бы без этих светлячков не нашёл дорогу обратно. Ну, в смысле, не светлячков, а этих. Свет включённого. О-о-о! С добрым утричком! 7 утра, 11 минут. Отлично. Приступаем к значит... К значит... Заговорился. Приступаем, значит, к изготовлению нашей печечки. Так, десяток-то мне не нужен. Мне нужно всего два, по-моему. Древесинки тоже возьму штук 10. А, древесина-то нам не нужна. И металл тоже штук 10. Я думаю, что... Итого достаточно. Так, плита. Механизм электрической плиты. Создать. Всё есть. Теперь мне нужна... Тумбочка под плиту. Где-то здесь она, да? Вот, электрическая печь. Отлично. Всё есть. Всё годно. Сейчас я поставлю свою плиту на улице. Будет полевая кухня у меня. На поезде. Вот так вот. Рядом с грядочками. Молоточек. Блин, молоток уже скоро сломается. Надо будет новенький сделать. Запасной. Всё. Всё есть. Всё чудесно. Вот, пожалуйста, и водички можно сделать. И картофан пожарить. Что я сейчас, наверное, сделаю. Пойду картошечки возьму. Водичка у меня есть. Картофан. Картофан. Вода у меня одна бутылка. Значит, три картошки. На одну порцию. Порцию картофана. Сейчас будет шкварчать так. Зладенькая. Да. Сейчас мы это съедим. Ой, блаженство. А то всё эти консервы да шоколадки с чипсами. Чудно. У меня есть ещё вода. Она мне нужна, чтобы попить. Попить. Давай три бутылки. И шесть. Нет, ладно. Давай три картошки. Две бутылки я сейчас выдаю сразу. И одну оставлю на картофан. Сказочно просто. Живём как в отеле. С all-inclusive. Ну что. Переходим к следующему этапу. Мне нужно сделать металлический камин. Можно такой, но он стрёмный. Обычно такие в поезда и в бытовки ставят. А я хочу красивый на второй этаж. Для этого мне нужно сделать вот такие вот металлические штуки. У меня... Ага, не фигаси. Надо выплывать слитки для них. У меня одна есть. Но и железо у меня тут как бы... Ну как бы железо там у меня не очень много. Ладно, пойдём. Будем сейчас плавить всё это дело. Выплавил два слитка металлические. Посмотрим. А-а-а. То есть получается... А, давай делать. Короче, один слиток даёт одну вот эту металлическую деталь. Получается, что мне нужно ещё пять слитков выплавить. Ух. А у меня столько металла-то не будет. Чё, неужели у меня металл совсем... Да, с металлом у меня траблы. Сюда ничего не выкладывал металлическое. Нет? М-м-м. Ладно, пойдём металл собирать. Благо он у нас тут есть. Вон бочечки. А ещё мне нужно сделать разводной ключ новый. Он у меня тоже сейчас скоро сломается. Два обломка. Слава богу, что я бочки вот эти не разбирал. Хотя, если бы я разбирал, у меня было бы в достатке металла. Чёрт, сейчас разводной ключ сломается. По-любому. Вот сейчас этот мусор доразбираю и всё. Нет, он сломался. Сейчас придётся металл тратить на то, чтобы сделать этот разводной ключ. Подожди, я тут всё обыскал? Фига себе, вот это забыл я тут обыскать. Блин, знаешь, что жалко? То, что разработчик ещё не реализовал момент починки инструментов. Вот я не знаю, где их починить. Кто-то говорит, переплавь их. А нельзя переплавлять. Сломанная. Вот. Ладно, отправляйся сюда. Мы сейчас себе новенький сделаем. Вот такой разводной ключ. Блин, два металлических слитка. Ну ладно. Чё поделать. Мы сейчас эти два металлических слитка сразу и сделаем. Даже больше. Потому что металл мы набрали прилично. Знаешь, что я забыл? Я забыл второй этаж там проверить. По контейнерам можно залезть на второй этаж контейнеров. Звучит бредово, но оно так и есть. Вот так вот сюда залазю. И тут можно побродить по контейнерам. Вот эти ящики я, по-моему, не обыскивал. Что-то ещё тут есть, помимо ящиков. Ладно, давай спустимся. Может, мы тут и дверь сможем открыть. Давай проверим. О, точно. В ящиках древесина. Может быть, и металл попадётся. Не, обламентус. Ну давай сбегаем ещё по этой тропинке. Опа, ящик. Что тут у нас? Нифига себе. Удачно набрём. Здесь ещё пару. Обалдеть. Ты гляди-ка. Металл. Хорошо, что я сюда спустился. Чудно. Очень чудно. Что тут у нас? Обалдеть. Куча гранат. Нашёл кучу патронов. Не зря я сюда спустился. Единственное, теперь как мне отсюда выбраться? А, ну через дверь. Логично, что через дверь. Чё это плюда? Всё. По металлу у меня всё в достатке. Сколько у меня тут? Шесть металла. Можно идти и доплавлять последнюю балку, эту металлическую, и строить камин. Фух, ну да, конечно. Эпопея с этим камином сейчас закончится. Последние стальные балки. Да. И я теперь могу сделать камин. Современный камин. Поставлю на второй этаж, чтобы ночью не замерзать. Или может быть не на второй этаж? Не знаю, куда его воткнуть. Так, кстати, насчёт лука. Я же говорил про него, что нужно его убрать. И вместе с ним и стрелы. Вот. Давай посмотрим, как он выглядит вообще, этот камин. Нифига себе. С трубой. А если сюда поставить? А, сюда? Можно, можно поставить сюда. Забавно. Ну ладно, я хотел его на второй этаж, поэтому на второй этаж. Где-нибудь здесь. Где-нибудь, где-нибудь. Даже не знаю, куда его воткнуть. Ну давай вот тут вот в уголке. Тут, по-моему, самое место. Вот так. И кровать надо будет сюда принести. О-о-о-о, да. Да-да-да. Открыть. Добавьте в камин любой предмет, содержащий дерево. И разожгите огонь. О-о-о-о. Вот для чего поломанные инструменты-то нужны. Сейчас, подожди. Будем сжигать их. Значит. Вот это все забираем. Лук. Он точно из дерева бит. Пожалуйста. Все это. Наверное, слишком много взял. Ну ладно. Сейчас попробуем. Удачно, кстати. Я поставил камин. Смотри, как выходит труба. Очень классно. Открыть. Камин. Так. А что это? Почему? А как? А. Я понял. Ну да, смотри, круто как. Отлично. Хорошо, что не выкидывал инструменты. Все пригодилось. 17 минут будет все это гореть. Разжечь огонь. Ой, красота. 16. Да, 16 минут будет гореть. Ну здорово. Зря я, наверное, только все потратил. Ай, пофиг. Инструмент постоянно ломается. Так. Что еще? Что еще я хотел сделать? Камин есть? Я хотел сделать седуку какую-нибудь деревянную, чтобы сидеть в своем огороде. Вот такую вот. Сейчас и сделаем. У меня вроде все хватает. Возьму только парочку. Еще. Ткани. Ну может быть диван прям там поставить? Больше ткани нужно. Ладно, что. Сейчас. Диван. На нем и полежать можно будет, правильно же? На диване. Отдохнуть, наверное. Вот. Создать. Единственное, мне кажется, что тут надо все-таки крышу какую-то сделать. Какой-то навес. Я не знаю, что-нибудь придумать, чтобы диван у нас не промокал. Так, диван, я думаю, надо поставить вот так вот. Так вот. Или вот так вот. Чтобы он не перегораживал тут дорогу. Во. Ну и все. Мы можем теперь... А в смысле? Прикинь, я не могу посидеть на собственном диване. Или полежать. Капец. Я даже на него запрыгнуть не могу. Зачем я его тогда сделал здесь? Ну смотрится прикольно. Правда, он промокнет под дождем. Надо здесь все-таки сделать будет стенку какую-нибудь и навес. Так. Диван есть. И это меня уже тешит. Печь есть. Стол портного. Нужна швейная машина. Стол фармацевта. Тоже хочется его сделать. Посмотрите, что это такое. Не было бы лишним сделать одну или две повязки. Не так ли? А. Ну, стол фармацевта позволяет нам бинтики делать, скорее всего. Ну что. Швейная машина. Две шестеренки нужно. И металл. И, в принципе, в принципе, все. Ай. Свет выключим пока. Я, кстати, свет хочу сделать еще на втором этаже. Потому что мне его очень тут не хватает. Сейчас я посмотрю, где у меня тут лампочки. Лампочки, лампочки. А, вот она. И вот сюда ее куда-нибудь воткнуть. А она тут не втыкается. Как костер горит. Да, лампочку тут не воткнуть. Значит, я тогда торшер. Не торшер, а вот этот вот ламп. Вот сюда. Нет, вот отсюда я ее заберу. Разберем. Что-то не разбирается. А, вот разбирается. Раз лампочки не ставятся, тогда у нас будет хотя бы светильник. Хотя тут светло будет от камина, но он не всегда же будет гореть, правильно? Ну, вот. Чудно. Включить. Шикарной спальни. Роскошно, длиннющая. И я думаю, что на сегодня это все. Потому что следующая серия будет, скорее всего, последняя, когда я сделаю швейную машину и фармацевтический стол. Ну, еще пару навесиков и еще что-нибудь. Поэтому на сегодня это все. Если тебе понравилась эта серия, не забывай ставить лайк под этим видео. И вообще, если тебе нравится зомби-эйсер, ставь лайк. И подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию этой игры. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. Увидимся в следующем ролике.